Александр, как дела, Александр? Как у вас настроение? Значит, как дела? Мы с вами неделю назад общались по поводу того, что у меня есть тревожность, да, и почему у меня не получилось выходить на состояние такой свободы, легкости. Вот, и мы поговорили, вы мне рассказывали про физиологию, что связано, может быть, с физиологией, и советовали мне найти точки болевые, которые болят, да, на голове, шеи, и помассажировать их. В течение недельки, там, по 2-3 минуты каждый день. И ты где нашел? Где ты нашел эти точки? Ну, таковых прям ярко выраженных я не нашел, но мне вот в этой области нравится. Кончи, да, ворота духа, да. О, да, кончи, да. То есть мне хотелось как-то помять побольше, прям потереть вот так вот полотенце. Вы помните, показывали упражнение с полотенцем? Я поменял, ну, или просто так вот костяшками. И потом соединял с ключевыми приемами, да, или не соединял? Ну, в первый вечер я просто, когда мы с вами пообщались, я просто сделал, промассажировал всю область, ну, немножко там плечи размял, уши, виски, ну, как бы так промассажировал, хэгу точку. И мне как-то стало так, ну, как-то посвободнее, поспокойнее на следующий день. Ну, то есть на утро, ну, в следующий день, когда я пошел уже там на улицу гулять, вышел на улицу, вот, и заметил, что у меня стало как-то свободнее. Внутри состояние вот стало свободнее. То есть были какие-то ситуации, которые мне там, ну, так скажем, я не знал, как поступить лучше, как найти общий язык там с человеком и так далее. А тут мне, вроде как, какая появилась уверенность. И я заметил, что зрение лучше стало, более четко я стал видеть в этот день. Да. Вот. Ну, и в течение недели я, соответственно, продолжал делать. Вот этот массажик совмещал некоторые дни, совмещал с лечевыми приемами, там, стресс-тест, например, я делал. И несколько раз делал еще разгрузку. Сколько минут ты делал? Ну, минут, наверное, пятнадцать-двадцать, вот так вот. То есть ты делал этот микромассаж пальцами и потом делал разгрузку, да? Да. Да. Вот. И когда делал разгрузку, я выходил, ну, если я как бы нормально был выспавшимся, скажем так, потому что если я был не выспавшимся, то мне, ну, там, хотелось, условно говоря, спать начинало хотеться. Но когда я был отдохнувшим и делал разгрузку, в конечном итоге у меня тело пришло в каком-то состоянии тряски. То есть оно на меня пришло так вот трястись. Ну, как будто, я не знаю, как будто вот на лошади еду, знаете, вот так и руками болтаешь. Слушай, вот ты сейчас говоришь, и экран тоже вот так качается. Это у тебя телефон качается? Все, сейчас, да. Тряска получилась и в эфире тоже. Ну, это очень интересно, да. Да, точно. Ты похож на киноактера сейчас. Такое улыбка такая шикарная, белозубый такой, белолицый такой. Ой, спасибо. А картину видно? Видно? Я как раз хотел спросить. Да, что это, шалбуздак или что? Да. Это гора. Чигет. Нет, Чигет, это, по-моему, Эльбрус. Это Татьяна Чикова нарисовала, подарила эту картину. Ну, вы, возможно, помните, мы когда по скайпу проводили совместную группу, я набрал группу, и мы по скайпу совместно проводили. Вот там была девушка Татьяна, вот она нарисовала картину и подарила мне ее. Ух ты, хорошо сделано, да, молодец. Поздравь ее от нас. Ну, да, 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 хорошо. Красиво. Она участник нашей школы или еще не записана в нашу школу? Ну, она в курсе как бы всего, вот, но я не думаю, что Настя следит активно за, там, Ютубом, например, или за новостями. Мы там, я вчера прием показывал, новый уникальный прием, ключевой, ты его тоже возьми, его тоже используй. Это для развития изобретательского мышления и вообще для решения всех вопросов облегчает. Ну, я буду помогать очень сильно, да. Ну, вот я скину ей это видео. И привет передаю, скажи, что очень хорошая картина получилась. Поздравляем. Да, мне приятно, когда люди вот так занимаются этим, да, созидают. Другой посмотрит, тоже получает этот импульс. Это очень интересно. Расскажи, расскажи, какая динамика у тебя произошла за эту неделю, что ты делал этот точечный самомассаж и делал ключевые приемы. В целом, что изменилось? Ну, в течение недели я чаще обращал внимание, что у меня зрение становилось более стабильным, более четким. Ну, в смысле, нормализовывалось в какие-то моменты. То есть эти периоды становились длиннее. Вот так вот. Ну, я хочу тебе сказать, что эти точки вообще – это выход затылочного нерва. Выход затылочного нерва, а глазу нерквирует тоже. Вы говорили. На всяких точках. Да, и точки хэгу тоже. Охо, горло, нос и так далее. Кстати, приобрел книжечку «Джулянь». А, вот «Джулянь» – именно самая лучшая книжка в моей истории. Потому что этих книг по иглотерапии очень много, а вот это самое лучшее, на мой взгляд. Там хороший адрес и очень правильное научное описание. Как рефлексотерапия. На очень хорошо описание. «Джулянь» – руководство по современной «Джэйни». «Джю» – это игла, «Джю» – это прижигание. А, теперь буду знать. А то так-то написано просто по-китайски и не очень понятно. Что за «Джинь»? Вот, дальше, значит, что было еще. Ну, то есть, вот этот я заметил момент. Потом, такой, наверное, самый ярко выраженный эффект был на следующий день, когда мы с вами пообщались, когда вот я сразу же в этот вечер сделал массаж, и на следующий день у меня стало вот, ну, как-то свободнее. Я обратил на это внимание. В течение недели потом такого состояния, прямо вот такой свободы, как было на следующий день, ну, наверное, не было больше. Точнее как. Знаете, вот, когда я делал разгрузку, когда вот выходил на состояние вот этой тряски, тело у меня выходило, после нее у меня, ну, когда я там минут 10 поделываю, после этого у меня руки прям, ну, там, я там проверил, там, стресс-тест, да, они разлетались. Ну, то есть, свободно поднимались, свободно сходились, расходились. После этого я сделал момент истины, посидел так раз всейным взглядом. Вот. Пусть их мысли на самотек. Пусть их мысли на самотек, да. Тряска, тряска. Что за тряска у тебя происходила? У тебя раньше не происходила тряска, когда ты раньше занимался ключом? Ну, нет, я была такая тряска, как бы я тоже занимался, тоже делал ее. Вот. То есть, это не первый раз. Вот. Но я думаю, что, может быть, надо просто побольше, что ли, как бы уделить этому вниманию, вот именно вот этому механину, как бы, скажем так. Я хочу понять и уточнить вот этот момент очень важный для нас. Вот тряска появилась. Что это за ощущение? Мышцы подергивались или тебя трясло, или что? И ты в этот момент... Ты в этот момент вошел в резонанс с этой тряской, начал трястись. Да, да. То есть, я начал делать... Расскажи, расскажи вот этот важный момент. Ну, то есть, я начал делать, просто взял пятиминутную синхро-гимнастику. Ну, просто по минутке сделал каждое из действий, так взбодрился, и после этого начал делать то, что мне, как бы, было приятней. Ну, то есть, я перебрал упражнение, и потом начал делать то, что мне больше подходит в этот момент. Обычно это лыжник. Я устаю. Могу показать сейчас. Саша, ты извини меня, я все-таки хочу уточнить. Ты же знаешь, я дотошный такой. Когда тряска появлялась, что ты делал в этот момент? Тряса? Нет, там есть виброгимнастика. Ты можешь подключать этот элемент виброгимнастики. Просто стоишь вот так вот, если тебя трясет. Вот ты встал, и ты начинаешь трястись. Да, да, так и было. Так. Было вот такое движение. То есть, начинал я просто с лыжника, так споял, может, минут пять. Вот. А потом мне захотелось, то есть, ну, руками начать делать, вот так, стряхивать вот так руки. Так. Вот. И, кстати говоря, я с детства, мне пришлось чесать голову. Но так или иначе, когда я его бессознательно, все равно это вот как-то так или иначе делаю. Я почувствовал, что мне, прям, закатилось вот это вот напряжение, которое обычно скапливается как будто в руках, просто вот так вот выбрасывать. А потом перешло вот это в обычную вот тряску, как будто, знаете, как будто на лошади вот скачиваешь вот так вот. Вот, 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 вот. Вот когда трясет нервная дрожь или предстартовая лихорадка, как раз-таки надо резонанс делать. Да. Чтобы автопристройка получилась. Да, нашел резонанс, и у меня потом еще руки тоже пошли, ну, пошли вот так вот. В такую тряску тоже резонанс вошел. Вот так вот я просто стоял, ну, минут, наверное, пять, десять, наверное, вот так вот трясся. Ты представлял себя так делать насильно или это так просто происходило? Вот это тоже важный момент, чтобы никто насильно не делал. Нет, это не насильно было. Искали только те действия, которые вам полностью подходят, то есть комфортно. Оно было комфортно, да, мне хотелось как будто это делать. То есть мне хотелось вот это вот напряжение какое-то, ну, вот, скинуть просто. По сути, как это. Отдался тело, и оно делало как будто то, что нужно было, видимо, то, что хотелось. Так. Минут так пять-десять, наверное, потрясся, потом просто устал, почувствовал, что устал. Вот. И после этого я проверил там стресс-тест, у меня руки расходятся, сходятся очень легко. Вот. Всплывают очень легко. После этого сделал момент истины тоже. Минут так, может быть, пять посидел. Вот. И вот когда крайний раз было, почувствовал, знаете, такое вот, что как будто куда-то спешу постоянно. То есть вот какая-то вот такая вот штука, как будто вот куда-то я спешу, куда-то мне надо бежать. Вот. Если я, как бы, что-то вроде как... Ну, какая-то спешка внутренняя такая, знаете, которую я очень... Уровень фонового напряжения. Вот помнишь, мы с тобой как-то говорили о том, что некоторые люди, они чувствуют постоянно какой-то дискомфорт. Ну, они не понимают откуда и привыкают к этому. Они, это привычка, потому что только тогда поймешь, что ты не свободен, когда немножко освободишься. У тебя произошел этот момент, что ты немножко освободился, посмотрел на свое прошлое и понял, откуда это могло происходить. И нашел там какие-то, может быть, в детстве проблемы там. Или падал, или там родовые травмы были, или там какая-то проблема была, или стресс какой-то сильный был, после чего у тебя тревожность стала такая высокая все время тебя сопровождать. Разобрался ты в этом, нет? Ну, немного, да. Сейчас объясню. То есть первый момент, это вот когда... Вот я увидел вот это вот, почувствовал, что вот есть какая-то вот такая вот фоновая тревога, как будто мне надо куда-то бежать. Вот. И когда в прошлом году я тоже делал ключ, собственно говоря, после которого... Ну, вот после разгрузки, когда меня прям отпустило. И у меня было такое состояние, что... Блин, а что, можно было так разве, оказывается? Вот. И я прям четко осознал, как бы вот когда это ушло, я понял, что мне мешало. И мне мешал как раз-таки вот... Ну, вот по сути вот этот вот элемент, я не знаю, как его назвать. Фоновое состояние, да. Фоновое состояние, да. Но оно как бы в прошлый раз оно прям ушло, то есть я взял момент истины и пошел там на улицу вышел. И меня там, ну, как будто доминанта переключилась, да, вот как вы говорите. И вот меня прям пац и отпустило. И я увидел как бы то, что мешало. А здесь как бы тоже, как бы я увидел, но она как будто бы не переключилась. Вот так я могу сформулировать. И плюс еще я вспомнил, что при родах у меня, как это было, ну, когда легкие не раскрываются, когда я родился, легкие не раскрылись, и я там трое суток... Аспекция какая-то была. Аспекция, да, 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 да. И трое суток между жизнью и смертью, скажем так, было. Вот. Ну, как бы это... Мне давно родители рассказывали про это, но я как бы забыл, это значение не передавал. А вот пока, когда мы с вами пообщались, через пару дней я вспомнил вообще, что вот такая штука была. Вот. Но вот эта тревога, которая, когда меня отпустила, я связал ее в первую очередь с, ну, там, сильным стрессом в детстве, который был. Вот. Даже не с родовой, наверное, скорее травмой, а вот скорее вот с сильным стрессом в детстве. Вот. Понятно. Я тебе хочу сказать такую вещь интересную, что люди, они всегда вот интеллектом своим, они обрабатывают свои ощущения, свои воспоминания. И всегда что-то с чем-то пытаются связать. Иногда они это связывают правильно, причинно-следственно, а иногда неправильно. То есть, например, вот у меня плохое настроение, я могу подумать, ну, у меня же, как у любого человека, мозг творческий, и мы всегда как-то каким-то образом комментируем для себя, почему это у меня плохое настроение. Я думаю, ну, наверное, потому-то, потому-то. А потом смотрю, оказывается, вчера погода такая была, потом атмосферное давление поднялось, а сегодня дождь прошел, и когда он прошел, у меня уже, смотрю, другое настроение. Я думаю, господи, вот она, оказывается, почему. А я-то связывал с другим совсем. Ну, то же самое бывает. Вот эти комментаторы, знаешь, вот по телевизору, которые постоянно комментируют какие-то события, там, политики, да? Это на самом деле, на самом деле, как раз-таки вот сопровождение каких-то событий, каких-то ситуаций, вот этим вот обработкой, интеллектуальной обработкой этих событий. Ну, то же самое бывает совершенно на другом примере, только не смейся. Бурчане, бурчане. Вот бабушка бурчит, и тогда говорит, ботинки, внучок, не туда поставил, там еще чего-то, еще чего-то. То есть они сопровождают какой-то факт, какой-то процесс вот такой интеллектуальной творческой деятельности. Ну, вот в этом смысле мозг наш постоянно сопровождает. Это и есть по существу еще, вот как раз-таки, то, что мы называем внутренний диалог. Ведь внутренний диалог откуда берется? Я тебе интересную вещь скажу. Если изучать это явление, получается, что мы же социальные существа, и поэтому мы внутри себя с кем-то всегда как-то, как бы мысленно разговариваем, ну, на фоновом уровне. На фоновом уровне. И вот на этой основе я придумал в свое время методику. Для того, чтобы какие-то решения принимать хорошие, надо, чтобы эти решения были сбалансированы. И в этом случае я просто мысленно обращался к трем, не менее, не менее, к трем мудрецам. Я просто вот решаю какой-то вопрос и мысленно зададу этот вопрос первому. Ну, кому я бы доверял, понимаешь? И подсознательно, подсознательно, он мне сразу ассоциативно дает ответ. Потом ко второму обращаюсь. Он тоже мне дает ответ. То есть, по сути, что-то это же техника работы с подсознанием. И вот это и есть внутренний диалог, который постоянно у нас есть, только на фоновом уровне, почему мы все время не в таком состоянии, когда ни о чем не думаем. Это как раз ослабевает вот этот внутренний диалог, потому что человек социальное существо и у него помимо своих каких-то процессов, несоответствий между напряжением, положением тела и так далее, у него есть какие-то вопросы, которые он решает, у него постоянно присутствует вот этот вот как бы какой-то диалог. Вот я где-то методику смотрел, что там один человек, психолог, советовал. А давайте мы представим себе, что мы разговариваем с кем-то, с человеком там мысленно, задаем ему вопросы и слушаем его ответы. И это будет хорошая типа методика. «Нет, надо трех не меньше посадить, потому что если бы он догадался посадить второго человека, собеседника мысленно, он бы другой ответ мог получить. А надо эти три ответа каким-то образом между собой как-то синергировать, чтобы получить действительно сбалансированное качественное решение. Это очень хорошая методика. Ты когда будешь думать над каким-то вопросом, который тебе трудно решить, ты этот вопрос задай мысленно трем своим собеседникам. То есть ты используй вот этот фоновый внутренний диалог, выведи его на сознательный осознанный так называемый уровень и сделай из этого технологию, поэту техника работы с подсознанием. Вот задай ему вопрос, как тебе ускорить улучшение своего состояния, чтобы ты в том балансе был, в каком ты хочешь быть, но ты вспомни, когда ты в лучшие моменты жизни был, в каком состоянии, когда у тебя все было легко, хорошо, да, и вот задумайся так вот после, допустим, шалтай-болтай там, или после лыжника будет у тебя стадия последействия, сядь с рассеянным взглядом и посади трех мудрецов, и позадавай им эти вопросы, и посмотри, какой ответ придет, так ты поможешь понять алгоритм, как тебе нужно поступать с этими точками, с этими упражнениями, и вообще с твоим видом спорта, с любимыми делами, там многое прояснится, попробуй, спорта, обязательно, что ты поможешь рассказать или спросить? Ну, я так, конечно, размышлял на эту тему, и вот пришел пока к такому, ну, не выводу, а вот к мысли, что вот это состояние свободы я ловил после такого сильного прям напряжения, ну, пика напряжения какой-то у меня было, когда вот я делал распуск, и мне какой-то минут захотелось прям так вот прям сильно-сильно-сильно прям как будто вот ну, сжаться как будто какая-то такая злость какая-то внутренняя была, аж так прям зубами скрипел, ну, буквально там минута, вот, и после этого я помню меня прям ну, отпустило, когда я пошел на улицу, меня прям отпустило, и это повторилось это через там несколько дней, только без пика напряжения уже было, И просто я подумал о том, что это как раз связано с тем, что из-за того, что есть физиологические блоки, а вот когда я задавал пик напряжения какой-то, сильно, видимо, напрягался, может быть, эти блоки, они, образно говоря, пробивались как будто, что ли. Ну, правильно, ты в резонанс с собой ходишь, вот ты напряжён, а теперь ты создаёшь некую внутреннюю интеграцию, то есть ты сознательно напрягаешься, и по существу у тебя происходит снятие противоречий. Я тебе интересный случай расскажу, у меня в Канаде такой был, мне привели в одну палату в больницу там, и там лежал человек после автоаварии. И он был такой напряжён, ну, в таком состоянии, а врач, который с ним работал, он психологией занимался тоже, он его учил расслабляться. И он ему, ну, по-английски они разговаривали, мне переводили, ну, ты так расслабь руки, так вот ляг, дыши удобнее, а он в таком напряжении. А я ему говорю, знаете, есть такой принцип, сжаться, распрямиться, взлететь. Потому что мы в эмбриональном состоянии, в комочке. И когда мы, вот у него авария была, столкнулся, у него организм сразу принимает наиболее защищённую форму, в комочек сворачивается, в эмбрион. Они его пытаются насильным образом разжать. А надо как раз-таки комочек усилить, чтобы резонанс был внутренний, для резонанса. Комочек усилить. И я этому пациенту сказал, а ты напрягись вот так, как тебе, вот ты смотри, вот ты стараешься расслабиться, а как тебе хочется в этот момент. Вот так и сделай. И он так собрался. И он так собрался, и так сделал несколько раз, а потом он раз и расслабился. То есть сжаться, распрямиться, взлететь. Но это уже вот то, что ты показываешь напряжение, какие у тебя возникают. Что ты как раз своим напряжением доводишь его до критической точки. До критической точки доводишь напряжение, и после этого напряжение падает. Но это у нас происходит и утром, когда мы просыпаемся. Вот это потягушеньки. Мы почему делаем потягушеньки, ребята? Но это же уже элементы ключа, если ты на вершине этого напряжения свое желание какое-то вспомнишь. Или подумаешь, вот я сегодня обязательно тоже картину нарисую. У тебя появится мотивация, да, и ты начнешь картины рисовать, как твоя приятельница. Знаете, по поводу вот сжаться, распрямиться, да? Это тот же самый механизм, когда вот, ну, условно говоря, в ответ на стресс человек или там бей, беги, или оцепеней. Да, да, да. Это инстинктивные действия, это механизмы мозга, так работают. Вот, конечно, конечно. Вот, где еще? Стремиться взлететь, бей, беги, оцепеней, это как раз-таки это и есть. Инстинкция самосохранения так работает. А если ты его осознанно используешь в виде упражнений, ну, типа потягушеньки, или у нас есть еще упражнение, крест. Ну, стоишь и вот так вот полностью, полностью вот так сделал, потом отпустил, потом еще раз. Да, ну, много таких напряженческих. А, кстати говоря, одна из самых мощных методик психологических, психо-физиологических, это методика через напряжение. Забыл я, как же его фамилия. Вот Шульц, Шульц, аутогенная тренировка, а он еще и такую методику по напряжению придумал. Ну, как же его фамилия, сейчас я забыл. Это был метод, где он использует, ну, они там учат долго очень. Сначала ноги напрягать, там, икры, потом бедра напрягать, потом руки напрягать. Не надо. Проще всего берешь, как тебе тело подсказывает, так и делаешь, и напрягаешься. И до максимума доводишь, да, и бросаешь. Несколько раз так делаешь, и у тебя алгоритм появляется, твой собственный. Да, ну, это надо осторожно делать тем, у кого там, ну, допустим, представь себе ситуацию, человек перед инфарктом, и он возьмет напрягаться таким образом, не зная технику безопасности, нельзя этого делать. Это для здоровых людей, в принципе. А вот сейчас такая популярная тема, ну, один человек пропагандирует в социальных сетях, о гвозди, ну, стояние на гвоздях. Это же тот же самый принцип получается, пик напряжения, когда человек стоит на гвоздях. Слушай, это же техника. Помнишь, Рахметов у Чернышевского на гвоздях спал? Рахметов, да, у Чернышевского спал на гвоздях, и вообще Рахметов был удивительным человеком. Да, ну, если почитать это, что делать, по-моему, у него, или где-то у Чернышевского, Рахметов. Ну, он спал на гвоздях. Ну, на самом деле, это ерунда полная. Потому что, когда говорят, йоги спят на гвоздях, ничего там сложного нету, потому что надо технику знать, как делать. На этом построен аппликатор Кузнецова. Это такая штучечка, на которой много-много гвоздичков. Для лечения радикулитов применяют. Если эти гвозди поставить таким образом, что ты, когда становишься на них, таким образом, что между ними расстояние определенное, ну, представь себе, человек встал на один гвоздь. Он же сразу себе все проткнет, правильно? А если он стоит на куче гвоздей, ну, допустим, много на поверхности гвоздей, между ними расстояние поменьше, так он может на них и прыгать, никаких проблем нет. Это все равно, что на гальке или на песке, на море прыгаешь. Я немножко про другое. Я к тому, что, то есть он показывает людям, что можно постоять на гвоздях, а потом становится легко, там, свободно. Чуть люди начинают чувствовать какие-то мысли, какие-то инсайты к ним приходят и так далее, так далее, так далее. По сути же это механизм тот же самый. Они искусственные. Напряжение, потом расслабление. Да, потому что, ну, да, да. Больше это есть, как бы, напряжение сильное, потом расслабление, да. Конечно. Можно просто, как это каратисты делают, когда у него, значит, страх наступает при готове спарринга с давлеющим противником. Он забывает, ну, как быть, и он думает. Вот сейчас он, как этот говорил, бруслит и борешься всегда со своим в голове чудовищем. Ну, надо себя обрести. Чтобы себя обрести, доминанту переключить. Каратисты как делают? Они руку сжимают, атакуют страшные силы. Кулак сжимают до максимума. И вдруг они опять, душа вернулась с тела. То есть надо какой-то, или там, как это, ущипни себя, или еще что-то сделай. То есть конкуренцию создай той доминанте, которая возникла. Чтобы энергия мозга распределилась уже на две доминанты. И та доминанта ослабла. Ну, хороший пример, что ущипни, да. Ущипни себя. Ну, да. Или перекрестись, если тебе кажется что-то, да. Ну, то есть какое-то действие совершаешь, и перекрещаешь доминант. Да. Вы знаете, я сейчас еще обратил внимание, что у меня, ну, видимо, я раньше не обращал внимания. Ну, шум какой-то вот, ну, в ушах, знаете, в голове такой, какой-то фоновый. Это, так понимаю, сосудами связано, да? Конечно, вот это делай, вот эти точки и продолжай. Ты сколько уже, неделю делаешь, да, или сколько? Да, прошло. Да, ну, надо еще пару недель. Два-три раза в день. Ну, когда забываешь, забывай. Ну, вот так вот два-три раза еще поделай в день, недельки-полторы еще поделай, и ты увидишь разительное улучшение. Потому что ты же кровоток мозга налаживаешь. Ну, мы же просто, как бы, в прошлом видео договорились, что нужно вот недельку поделать так. Я недельку поделал, мы сейчас с вами созвонились, я рассказал, ну, чтобы другим людям тоже было, кому это, как бы, актуально. У нас же школа, школа, конечно. А сколько, сколько молодежи, и не только пожилых людей. Очень много молодых людей, которые не знают простых вещей. Например, они не знают о том, что не всем можно стоять на голове. Вот люди, у которых проблемы с шеями, да? Можешь себе представить? Он стоит на голове, у него отток венозный нарушен, а он еще и на голове стоит. Вот я не знаю, я тебе когда-нибудь рассказывал или нет, что я сам себе так сильно навредил, не тем, что я стоял на голове, а другим способом. У меня и так остеохондроз был сильный. А я еще каждый день в течение пяти лет с весом сто килограмм я висел на коробке двери, пальцами вот так брал и подтягивался. Причем не меньше трех раз. Я себя насиловал просто. Я вот так подтягивался, а поскольку дверь закрыта, я вот так сверху подтягиваюсь. Там у меня не было перекладины на работе. Я вот так вот делал или в командировке где-то утром вот так подтягивался, сто килограмм. И вот дверь, нос вот здесь вот, и я подтягиваюсь, и я вынужден подбородок поднимать. И я каждый раз сто килограмм веса делал себе такой прессинг вот этого шейного отдела. Что, конечно, это потом травма на голододе. Ну, короче, это меня в конце концов привело к операции, что меня там в семь с половиной часов оперировали, титан поставили. Нельзя. Вот молодые люди, некоторые просто не знают. Тяжести носят тяжелые. Вот я когда маленький был, бабушке помогал ведро воды нести. И я вот уже замучился, несу это ведро воды. Оно такое, ну, как цемент. Ты понимаешь, я вот уже прямо, я себе мужчину воспитывал. И вот я все себе вот это, эскалиозы, остеохондрозы, пожалуйста. Зачем вот это делать? Это самонасилование такое. Оно совершенно ни к чему. Так вот этих молодых людей надо учить тому, чтобы они могли хлест делать, лыжника делать, шалтай-болтай, чтобы они чувствовали свое тело, чтобы могли понимать, какую нагрузку правильно делать. И даже когда им иногда нужно ведро воды пронести, чтобы они могли правильно распределить эту тяжесть. Вот у нас там маркины, или у нас ребята там в школе в нашей есть, которые показывают, как они применяют при физкультуре, при цигуне распределение, как они между упражнениями на секунду выходят на состояние нулевое, а потом снова делают упражнения, вот такие алгоритмы делают, и они большие тяжести могут переносить и так далее. То есть там много чего есть. Надо, чтобы молодежь все это знала. И силу воспитывать можно, и реакцию воспитывать можно, и скорость. Все можно воспитывать. Только надо просто сочетать эти тренировочные процессы с приемами ключа. Тогда человек лучше чувствует, что и как надо делать. Ну вот я когда как бы уходил из этого состояния такой вот, ну вот легкости, я помню, что с помощью ключа я мог настроиться, блин, на любую деятельность мог настроиться, и я мог даже там, ну вот, какая-то мне деятельность, например, не нравилась, а я мог, понимал, что я могу взять и, вот как вы говорите, да, совместить то, что мне не нравится, с тем, что мне нравится, но какое-то удовольствие начать получать от этого. Интересно, да, да, интересно. Ну то есть, да, поменять как-то отношения, может быть, или найти в этом что-то, что бы мне было интересно, нравилось, вот, это было достаточно легко. Но вот сейчас эта фоновая такая вот тревога, она мне мешает очень это делать. Получается, что, ну, настраиваюсь на деятельность, потому что фоном все равно вот идет эта вот штучка. Ну, сейчас это закономерно, потому что сейчас осенний перепад. Ну, это да. Да, ну вот, но это состояние у меня очень давно. Да, очень давно, но все, кто страдает такими подобными явлениями, включая язвенников, астматиков, и у кого остеохондрозы, и гидроцефалии небольшие, внутрочепное давление и так далее, они все чувствуют осенний-весенний перепад. Всегда обострение происходит. Поэтому не забывай ушки разминать, это помогает, не разминаете точки. Вот у меня иногда бывает такое, ну, ни с того, ни с сего. Вдруг я так трогаю себя, смотрю, здесь больно. Я начинаю себе немножко разминать, раз-два в день поделаю, потом беру вот так просто кулак, кулак беру, вот сюда вставлю, и вот так вот сдавливаю. Да, и здесь, сдавливаю, да, и голова проясняется. К обслуживанию. Да, конечно, это все можно просто делать. Понял, хорошо, ладно, тогда я получаю следующую недельку, там две, продолжаю в том же духе, и там через две недельки... Обязательно, я прошу тебя обязательно выходить. Во-первых, для того, чтобы тебе польза большая была, потому что ты очень быстро, мягко говоря, соображаешь, и быстро берешь на пользу то, что тебе нужно, молодец. Во-вторых, для всех, чтобы польза была. Ты у нас как этот самый такой спец по этим делам. Потому что ты занимаешься самонаблюдением, конечно. У тебя много вопросов, ты занимаешься самонаблюдением, все сопоставляешь, размышляешь. Конечно, я тебе очень благодарен. Ой, я вам тоже очень благодарен. Да, спасибо. Может быть, стоит, если в описании этого видео поставить ссылочку на прошлое видео, каким-то образом, чтобы люди, которые вас привидят, они могли бы легко найти и предыдущие, о чем мы говорили. Да, мы так и сделаем. Хорошо. Хорошо. Спасибо вам, да, буду продолжать. Спасибо. Да, и развивай. Вот сейчас у нас, я показал уникальный прием, буквально день-два назад, искать то движение, которое никогда в жизни не делал, и пока ты его ищешь, это движение, развиваешь креатив. И потом многие вопросы легче решаешь. Самые разные, интеллектуальные или физические, потому что поисковые... Ты смотрел это видео, нет? Это видео не смотрел, да. Ой, обязательно посмотри, там их два. Один я делаю на Ютубе сам, рассказывая об этом, а другое, это последняя у нас запись была, мы с Натальей, она переводила меня на английский, там цифра 3 стоит, там у нас 2-3 выпуска с ней. Мы готовимся к мозговому штурму, чтобы у нас в школе провести мозговой штурм, чтобы мы взяли приоритетную задачу, которая интересует всех, волнует всех, и все вместе решали. Но мы как раз готовимся, чтобы все участники эти приемы пока освоили, чтобы они могли научиться главному, что когда они будут решать какой-то вопрос, на душе у них было так спокойно, а при этом они могли быть так мобилизованы, погружены в решение этого вопроса. Вот это соединение, чтобы сосредоточенность была на поиске решения, при полной, максимальной глубине душевного покоя, какое бывает у нас, когда мы совершенно спокойны за завтрашний день, за все, да, а не тревожное вот это состояние, когда ты в первую очередь думаешь не о вопросе, как его решить, а о том, как тебе баланс сначала найти, и вот идет борьба с самим собой, а там как раз таки мы, да, ну там будет очень интересно. Вы там рассказываете, кажется, триада, триада, да, вот условия, про триада, интересно, очень было. Да, 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 очень хорошо. Спасибо тебе, Александр. Спасибо. А даже спасибо. Нижнему Новгороду привет от меня, я помню, как я там работал профессором в кафедре здоровья и сгоряжения. Всем привет, если кто нас будет смотреть, что я ничего не забыл. Доброго, ты хорошие люди. Хорошие люди в Нижнем Новгороде. Я очень люблю Нижний Новгород. В Москве тоже привет. Спасибо, Александр. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.